Ну что, сейчас подходит время, да, есть два плюса. Сейчас дождемся, чтобы не начинать заранее, может быть, кто-то сейчас подключится. Так, Инна. Так, так, так. Ну, теперь можно начинать, время у нас наступает, да, 19 часов. Итак, давайте начнем. У нас сегодня открытый урок по курсу Administrator Linux Professional из компании Otus. И мы сейчас как раз будем решать две задачи. Во-первых, будем разбираться с нагрузочным тестированием веб-сервисов. Во-вторых, с курсом, который мы как раз сейчас называем. Так, я вижу, у нас уже люди присоединились, да, но я думаю, сейчас еще кто-то будет подходить. Ничего страстного, начинаем. Значит, запись у нас идет, судя по комментариям, меня слышно и видно. Если что-то будет не так, то пишите в чат. Сразу предупрежу, что на LiveDigital платформе могут быть иногда у кого-то какие-то зависания. К счастью, это лечится просто перезагрузкой окна браузера, то есть нажимаете кнопку F5 и дальше он работает. Если уж прям есть проблемы, пишите в чат в плане там звука, видео, потому что всякое может быть, прямой эфир. Итак, меня зовут Лавлинский Николай, я технический директор компании Method Lab. Также я преподаю в Otus достаточно давно. До этого я в оффлайне преподавал, и я занимаюсь веб-разработкой и оптимизацией производительности. Ну, вот как раз та тема, которую мы рассматриваем, она, в общем, входит. Это один из процессов, который нужен, чтобы оптимизировать серверный код. Есть ссылки, есть YouTube-каналы. В конце, кто дождется, у вас будет QR-код на презентацию, вы сможете все слайды посмотреть, себе сохранить. План на сегодня у нас более-менее стандартный. Мы с вами разобрали, по сути, первый пункт, это познакомились. Вы, кстати, можете тоже написать о себе пару слов, какая у вас цель. Может быть, вы хотите обучаться на курсе, либо у вас есть какие-то еще задачи, может, вы уже прошли курс. В общем, можете написать про свой опыт в Администрировании, про цели, задачи, откуда вы, в общем, какие-то подробности. Поэтому вторая часть – это про компанию Otus. Я расскажу, что из себя представляет компания, почему она занимается образованием, как конкретно это делает. И дальше поговорим про нашу тему. Это нагрузочное тестирование в общем и целом. Ну, я сразу скажу, что это наверняка больше рассчитано на тех, кто начинает этим заниматься. То есть мы сейчас не пытаемся претендовать на лавры профессиональных тестировщиков, потому что это отдельные курсы, отдельные специальности, но мы это рассматриваем в контексте администратора Linux. То есть у вас есть система, у вас есть какая-то рабочая задача для того, чтобы отсоединить производительность системы, возможность ее масштабирования и вот такие сопутствующие прикладные задачи. Мы не берем что-то глобальное, какие-то огромные сложные системы. Мы говорим про веб-приложения и про то, что есть под рукой. Далее как раз инструменты тестирования, которые нам здесь помогут. И также вторая часть о самом курсе, что там за программа. Ну и есть пару слайдов про вакансии, про карьерную информацию, в общем, некая аналитика. Ну, поехали. Правила у нас тоже достаточно стандартные. Участвуем максимально активно. Пишите в чат любые вопросы в любой момент, когда они у вас возникают. Если я не отвечу, можно даже повторять, но я все-таки буду следить за чатом. Обычно я успеваю на них отвечать. Я считаю, что как раз вопросы – это одно из самых важных, что мы здесь делаем во время этого вебинара, потому что по вопросам понятно, что вас реально интересует, что нужно рассказать и так далее. Так, ну, давайте начнем с первой части про Отус. Я вот вижу уже пару комментариев. Так, подскажите, пожалуйста, какой вопрос способен определить, сколько одновременных посетителей может выдержать сайт Андрей. И смотрите, здесь сразу возникает куча абстрактных понятий, типа одновременный посетитель. Что такое посетитель? На самом деле это не определенная единица. Мы в посетителях практически толком мерить не умеем. По крайней мере, если вы хотите их мерить, вы должны знать, что такое посетитель. То есть сколько он генерирует запросов в секунду, какой у него профиль, то есть по каким конкретно точкам вашего приложения он будет ходить и что при этом будет делать. Например, есть посетитель, который, например, просто ходит и смотрит какие-нибудь карточки товаров, а есть другой посетитель, который без перерыва добавляет что-то в корзину и пользуется поиском. Это два разных пользователя, их нельзя сравнивать. И понятия пользователя вот такого абстрактного обычно не существует. А если говорить про одновременные подключения, но это не пользователи, это можно определить, создав определенный такой пул подключений, да, и провести такой стресс-тест именно на предмет количества параллельных подключений. Но это не пользователи. То есть пользователи – это очень сложное понятие. Если вы говорите именно про живых пользователей, это нужно эмулировать, да, то есть это не самый базовый простой тест. Так что мы сегодня даже не будем называть такие параметры, как пользователь. Мы будем говорить про запросы в секунду, про параллельное подключение, вот такие более понятные технически приземленные термины. Запись, да, будет, ну, как минимум на YouTube-канале Otus, подписывайтесь, там все есть. Вот, Алиса, я спрашиваю, почему именно администратор Linux, есть ли разница при нагрузке на Windows и Linux? Здесь обратная ситуация. Мы находимся на открытом уроке по специализации администратор Linux, ну, по курсу конкретно администратор Linux Professional, и в рамках этого курса мы проводим занятия. То есть мы не проводим занятия по курсу нагрузочное тестирование для Linux, а мы, наоборот, идем от того, что у нас есть курс, и в рамках этого курса мы тестируем. А тестировать мы, естественно, будем системы на Linux, и сами утилиты также будем запускать на Linux, но это естественная среда, поэтому у нас Linux будет повсюду. Поэтому есть ли разница в нагрузке на Windows и Linux? В чем-то, наверное, она есть. Ну, по крайней мере, могут быть разные инструменты. Итак, что касается отуса. Миссия проекта – это образование для повышения качества жизни, то есть основной здесь посыл, то, что вы можете поменять работу, повысить свои навыки, может быть, просто продвинуться на следующую ступень, и в любом случае это нужно, чтобы улучшать свои параметры, да, свои конкурентные преимущества на рынке труда. Образование – это как раз те самые курсы. Мы сегодня рассматриваем один курс. Также есть специализация – это когда у вас несколько курсов в комплекте, такие большие программы. Ну, сразу скажу, что курс здесь – это такая большая единица на много месяцев, в том числе наш курс, который мы сегодня рассматриваем. И каждый из этих курсов, он направлен на повышение квалификации, потому что, в конце концов, вы можете получить официальное удостоверение, повышение квалификации, потому что есть лицензия, то есть все официально, вы можете с этим удостоверением, да, ходить, показывать, записывать его себе. То есть, если это важно, это есть. При этом, как мы здесь видим, уровни здесь указаны Junior, Middle, Senior, но на самом деле раньше курсы создавались больше для Middle и Senior уровня, а сейчас уже достаточно давно появились программы и для Junior уровня, потому что был такой спрос. По статистике у нас есть порядка 750 преподавателей-наставников, больше 20 тысяч студентов уже прошло, 1200 групп, 6 лет, 130 вот этих вот курсов программ. Есть компании-партнеры, которые работают так или иначе с отусом для создания контента, либо для предоставления вакансий. Это бизнес-партнеры. Ну, кстати, есть еще и клиенты B2B, то есть когда некая компания поставляет сотрудников для обучения, чтобы повысить их уровень. Такое тоже бывает очень часто, и мы как преподаватели это видим в статистике, там есть такой значок. Итак, приходим к нашей теме. Вводная часть у нас готова. Что мы хотим сделать сегодня на вебинаре? Это познакомиться с курсом, но это будет чуть позже. С компанией ОСС мы практически познакомились. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы, как проходит занятие, в какой форме, это тоже можно накопить и написать. Ближе к концу мы зайдем на страницу курса, там это будет подробно, но можно и сейчас. А вторая цель – это разобрать варианты нагрузочного тестирования, ну, в нашем таком простом случае, и дальше научиться применять инструменты. Но, опять же, какие инструменты, мы сейчас посмотрим. Итак, давайте начнем с такого базового понятия нагрузочное тестирование. Что это вообще может быть? Если у вас есть свой вариант, можете тоже закинуть в чат. Как вы думаете, вот, что можно здесь написать? Вот, что в вашем понимании нагрузочное тестирование? Если вы вообще никогда не слышали, не знаете, можете поставить минус. Тоже хороший ответ. Так, есть какие-нибудь варианты? Ну, здесь вроде бы достаточно понятно, да, если мы просто будем в отдельности разбирать слова. Так, тестирование производительности и стрессоустойчивости системы. Да, похоже. Так, определение технических характеристик ПО, отказоустойчивость, время восстановления и так далее. Ну, близко, близко, да. Так, определить, сколько максимум может выдержать сервер. Да, тоже может быть. Так, проверка стабильности, время отклика под нагрузкой. Да, то есть, действительно, мы создаем некую нагрузку и смотрим, как система себя ведет. Эта нагрузка может быть, например, проектной, да, нормальной, что система ее переживает, и с ней все хорошо. А может быть, наоборот, да, запредельная. То есть, мы смотрим, как система ведет себя в экстремальной ситуации. Опять же, в разных вариациях. Ну, вот что у меня есть из пунктов. Ну, действительно, проверка поведения системы. Далее, мы можем определить пределы масштабирования. То есть, сколько мы можем подавать нагрузки и что при этом система будет выдавать. То есть, нам нужно понять не просто, что она работает, а как она работает, есть ли ошибки в работе, как меняется время ответа. То есть, понять это довольно подробно. Также, когда мы подаем нагрузку, мы можем увидеть узкие места. Да, потому что пока система в таком спокойном состоянии, мы ее разрабатываем, там сидят разработчики, у них, как правило, нет ни нагрузки, ни данных, например, которые тоже создают свою нагрузку. Ну, то есть, получается, что система в спокойном состоянии и работает совершенно не так, как в рабочем режиме. Поэтому, когда мы подаем нагрузку, мы можем включить какую-то систему мониторинга на сервере и понять, что нужно дорабатывать, да, где система ломается. Ну, например, типичное место – это база данных. Вот когда у нас база данных уже не выдерживает нагрузку, мы видим там длительное время ответа, там нагрузку на диск и что-то такое. Далее. У нас может быть какая-то спецификация. То есть, например, то, что вы писали, что у нас система должна поддерживать сколько-то одновременных посетителей, да, чтобы это не значило. Вот мы можем это проверить. Но при этом, конечно, здесь много переменных. То есть нам нужно понимать, на каком железе система должна работать, какой характер нагрузки должен быть, какой характер вот этих посетителей, да, в каких конкретно условиях там система заполнена, не заполнена, какое распределение запросов. Ну, в общем, куча вот этих переменных. И тогда мы можем сказать, что, например, система будет поддерживать там 2000 RPS, то есть request per second, запросов в секунду. Это более-менее какая-то понятная метрика, и мы это можем проверить. Далее. Можно подготовить приложение к запуску. То есть, когда мы его разработали, мы знаем, что функционально оно работает, но при этом мы не знаем, как оно будет вести себя под нагрузкой и должны протестировать, чтобы не получить тестирование на пользователях. Вы наверняка это на себе видели. Когда заходите на какой-то сайт, он падает, да, еле-еле ползает. Это как раз пример того, что разработчики чего-то там понаделали, сказали, да, выливайте, все будет работать. Оно не работает, оно падает. Особенно это бывает в моменты нагрузки какой-то большой. Конечно, бывает аномальная нагрузка, когда что-то произошло, например, онлайн-СМИ начинают загибаться от какого-то шквала запросов, но иногда это бывает при совершенно обычной нагрузке. Так, вот Алексей пишет нагрузка программно-аппаратный комплекс. Так, ну хорошо, чтобы это не значило. Так вот, протестировать различные конфигурации, это тоже важно, потому что вот на некоторых вебинарах мы с вами говорим про оптимизацию, как что донастроить. Так вот, я всегда там говорю, что любые варианты тюнинга, настройки, там, оптимизации, их нужно тестировать. И в том числе, если мы говорим про серверную оптимизацию, их нужно тестировать под нагрузкой. Например, мы взяли какой-нибудь Nginx и включили там какое-нибудь сжатие текста, например, Gzip. И решили, что у нас был Gzip с компрессией единица, мы решили сделать девятку, да, потому что она лучше сжимает, компактнее ответ, все здорово. Но мы не знаем, насколько это будет тяжело, сколько процессор это съест. Запускаем нагрузочное тестирование, примерно представляем, что это для нас получится, запускаем первый вариант, второй вариант. И мы уже осознанно можем принимать решение, можем ли мы себе это, скажем так, позволить или не можем. То же самое с железом. Если мы поменяли железку и хотим протестировать, например, два разных сервера, в тех же условиях запускаем тот же самый тест и смотрим, что он нам выдает. То есть мы можем делать бенчмарк, по сути. Конечно, там это внутри уже разделяется, это уже надо делать более подробный доклад, но это все можно решить с нашими инструментами, более-менее так примерно. Так вот, что надо сделать сначала? Сначала нужно подготовиться. То есть мы сейчас просто начинаем процесс. Вот у вас стоит задача провести вот этот небольшой нагрузочный тест. Во-первых, нужно понять, зачем вы это делаете. То есть у вас должны быть цели и задачи. Давайте пофантазируем, вот что здесь можно написать. Ну, допустим, простая какая-нибудь штука. Например, запустить, например, полторы тысячи параллельных подключений, да, с эмулирующих реальных пользователей, да, с частотой запросов, например, 1 в секунду, ну, или там 2 в секунду от каждого вот этого параллельного виртуального пользователя на вот такие вот точки нашего приложения. Например, на главную страницу, на список каких-нибудь товаров, на карточку товара. И запустить это в течение, например, часа. Посмотреть, как система ведет себя. Убедиться, что мы не получаем ошибочных ответов, например. Или создать, например, нагрузку с частотой 200 рпс на главный бэкэнд, на вот такой вот URL при отключенном кэшировании, например, и посмотреть при этом нагрузку на процессор и протестировать базу данных, да, которые его поддерживают. То есть что-то конкретное, там должны быть цифры, что вы хотите сделать и что в итоге получить. То есть, например, замерить время ответа при такой-то нагрузке. Или проверить работоспособность системы при вот таких критических параметрах, допустим, там 10 тысяч параллельных соединений, там столько-то рпсов с какой-то частотой на вот такие вот варианты. Когда это у вас есть, вы понимаете, что вы делаете и достигли вы этой задачи или нет. Так, вот Евгений пишет, система переезжает на новый сервер, надо проверить под нагрузку, определить максимальный рпс. Да, но здесь тоже вопрос. Максимальный рпс, да, ну там, скорее всего, будет не то, что максимальный, а сравнить, допустим, насколько он быстрее и что мы получим за параметры при определенном SLA, да, сервис level agreement. Например, вы говорите, что запросы не должны выполняться больше 200 миллисекунд. Да, вот с этой отсечкой вы говорите, сколько с таким вот качеством вы сможете обслужить пользователей. Ну, условных пользователей, да, или условные рпсы. Теперь, когда вы поняли, что вы хотите, нам нужно создать тестовую среду. То есть, как правило, рабочий ваш продакшн сервер, там, куда ходят живые пользователи, для этого не подходит. Но только если у вас нет варианта его отключить на время и посвятить только этому живому тестированию. То есть не надо тестировать на живых пользователях. Для этого должна быть какая-то своя тестовая среда. Допустим, тот же самый, да, вот предлагает Stage, есть такое название, Stage, Testing, там еще куча вариантов. Но главное, что это отдельная среда, это контролируемая среда. Она, скорее всего, находится под полным вашим контролем. Возможно, это та же отключенная от большого интернета, либо изолированная для того, чтобы вы точно не имели никаких лиц, лишних вариантов нагрузки или, там, доступа. Там все это дело запускаете, настраиваете, разворачиваете приложение. Причем вы должны это сделать, опять же, максимально близко к реальности. Например, не просто вылить код из репозитория, а еще и залить данные, которые там будут в базе данных, налить чего-нибудь еще, что может влиять. Например, там, какая-нибудь статика может быть у вас влияет, настройки те же самые скопировать. То есть создать все максимально близко. Далее вам нужно понять, какой у вас будет сценарий. То есть, как вы хотите тестировать. Вот, например, у нас здесь на рисунке есть визуализация теста, где нагрузка растет. Видите, она потихоньку идет линейно вверх, и потом уходит на уровень какой-то стабильной нагрузки. Там, по-моему, 100 тысяч FPS, у RPS, да, и дальше идет вот так ровно. То есть, допустим, это параметр по нагрузке, а также может быть параметр, что вы тестируете. Ну, в вебе, опять же, это какая-то страница, либо это может быть что-то более сложное, например, поиск с такими-то параметрами, плюс страница, плюс столько-то. Например, на 10 просмотров страницы у вас должен быть один поиск. И еще, например, несколько каких-нибудь запросов на запись, типа там добавить в корзину, добавить в избранное, что-то такое. И дальше все это помножается на количество параллельных сессий. Потом надо подумать, есть ли у вас системы кэширования, и что с ними делать. То есть, будут ли они адекватно показывать нагрузку, или, может быть, их надо отключить. То есть, протестировать систему в чистом виде, если она у нас вообще так может работать. Потому что, если у вас достаточно простой тест, то есть он повторяется, там всего, допустим, 2-3 урла, при этом вы забыли добавить запрос на запись, то есть у вас все происходит в режиме read-only, то есть вы заходите на главную страницу, она не меняется, она уже закэширована, и тогда вы реально тестируете систему кэша. То есть бэкэнд практически работать не будет. Это типичная ошибка, если вы хотите именно найти узкое место со стороны бэкэнда. Ну и также, кстати говоря, продают вам очень часто какие-нибудь системы типа CMS-ов. Они создают тесты таким образом, что там в основном идет чтение данных готовых, ничего не пишется, и они вам говорят, у вас миллион пользователей, там 100 миллионов пользователей в сутки на одной железке, без проблем, все летает. На самом деле нет. И еще один момент. Логирование. Вот здесь логирование имеется в виду, что у вас в системе, ну, например, Nginx, там какой-нибудь Apache, MySQL, там PHP, FPM, еще какие-то компоненты, они все пишут логи. И вот если говорить конкретно про Nginx, который обычно фронт-эндом выступает, он может писать много логов. Если у вас высокочастотная нагрузка, то вот эти логи, они могут, естественно, очень быстро расти. То есть если вы даете нагрузку больше, чем обычно, намного, надо подумать, может быть, пока это логирование отключить, ну, понимая, что вы это делаете, например, просто для того, чтобы протестировать какой-то крайний случай, допустим, какая-то DOS-атака, и вы хотите посмотреть, у вас сервис не сложится. Если вы хотите протестировать рабочую ситуацию, то у вас там логирование будет включено. Ну, смотрите, в общем, может быть, его надо централизовать, куда-то перенести. Ну, просто, когда вы начинаете тестировать Nginx на высоких частотах, например, как быстро он может отдавать одну картинку, то у вас логи просто быстро улетают, там много-много гигабайт, и вы начинаете уже тормозить диском из-за логов. Поэтому не забывайте вот эти вещи. Если оно есть, думайте, как оно будет влиять. Далее защита. И всякие разные лимиты, лимит-реквест модуль в Nginx, всякие фейл-тубаны, всякие системы DOS-защиты, которые реагируют на повышенную частоту запросов от одного IP, их надо отключить. Это надо сделать, потому что у вас нагрузка будет идти с одного или нескольких IP всего лишь. Это будет, скорее всего, не распределенная нагрузка, а из одной точки. Соответственно, любые фильтры такого типа, они сразу, естественно, отключат тестовый агент, и на этом тест закончится. Вы увидите кучу ошибок. Вот эта штука должна быть отключаема. Следующий тоже момент, который нужно продумать, это сеть. Потому что, если мы возьмем, допустим, пусть это у нас будет сам сервер, который мы тестируем, а это будет у нас, допустим, агент, назовем его так, как раз, который у нас тестирует все это дело, он будет пулять запросы, получать ответы. Скорее всего, он будет получать ответы полноценные, то есть они, естественно, в разы больше, чем запросы, как правило. И вот здесь вы должны понять, сколько у вас будет пролезать, допустим, мегабайт в секунду на вот эти запросы. Опять же, нагрузка высокая, и здесь может быть очень тоже много. И если это разные железки, что, в принципе, правильно, чтобы сервер не грузить вот этим агентам, то вы должны понимать, не упираетесь ли вы в канал. Потому что тоже типичная проблема, когда мы просто ограничены вот этим каналом. Опять же, это касается не тестирования, скорее, бэкэнда такого обычного. он обычно в стандартных ситуациях дает меньше трафика. А тестирование какой-нибудь статики, да, как быстро вы можете отдавать картинки, там, 80 тысяч картинок в секунду, какой-нибудь NGINX базовый, вы, скорее всего, упретесь в трафик очень быстро. И также про клиентскую систему не забывайте, то есть вот тот самый агент, который отправляет запросы, он тоже может перегрузиться. Опять же, если у вас необходимо создавать очень высокий уровень нагрузки, там десятки, сотни тысяч RPS-ов, у вас может закончиться клиент, а не сервер. Это тоже надо разделять, тоже вводить какой-то базовый мониторинг, просто смотреть и пристреливаться, насколько вы сбалансировали. Для больших распределенных систем там вообще это серьезная проблема, надо много отдельных железок, чтобы нагрузить и протестировать. Но это бывает не очень часто. Так, вот Иван пишет, возможно ли тестирование комплексной нагрузки в разрезе бизнес-операции, логин пользователя, создание пользователя по различным протоколам, Active Directory, где взаимодействие осуществляется по различным протоколам DNS, Kerber, SLDAP и так далее. Смотрите, но вопрос не совсем ко мне, я этим не занимаюсь, возможно ли? ответ на 99% да, возможно, этим занимаются, но это не веб-сервис и это отдельное тестирование, то есть это специальный, скорее всего, проприетарный софт, есть для этого всякие лод-раннеры, вот есть целая компания Performance Lab, которая этим занимается, вот это в ту сторону. Да, я более чем уверен, что это все возможно, так что это просто вопрос инструментов, которые должны это все поддерживать, но один из них, который приближается к этим задачам, мы сегодня посмотрим, это будет Apache Jmeter, но все-таки там еще один шаг надо сделать, чтобы таким заниматься. Так, Евгений говорит, а как определить максимальную нагрузку на сервер, где брать начальные значения? Евгений, если вы вообще не знаете, как себя ведет сервер, методом тыка посмотрите, попробуйте там увеличивать на порядок, смотреть, либо делать вот такого типа нагрузку, вот как видите, здесь линия нагрузки идет вверх, то есть вы можете запустить постоянно возрастающую нагрузку и смотреть, на каком моменте система ломается, вот вы поймете, куда вы приехали. Евгений говорит, стресс-тестирование, да, есть тоже такой вариант запустить нагрузку, которая идет, скажем так, безлимитно, бесконтрольно, и у нас тоже будет такой инструмент WURK, да, он по умолчанию просто будет долбить столько, сколько может система, и дальше скажет, вот у меня получилось столько, и вот вам будет какой-то результат. Итак, чем все это можно тестировать? Вообще инструментов много, и мы сейчас смотрим только на более-менее открыто open-source инструменты, и те, которые есть под рукой. Опять же, мы находимся в рамках курса администрирования Linux. У нас есть Linux, и система работает, и еще какие-то системы есть, и все это должно работать вот в этой среде. Исходя из этого, у нас есть самое простое, здесь, по сути, ранжирование от простого к сложному, наверное, это Apache Benchmark, AB, телита так и называется, это небольшой уровень нагрузки для каких-то простых прикладных случаев. Ну, у вас есть какая-нибудь виртуалка небольшая, WordPress на ней, например, и вам нужно посмотреть, сколько она может. Почему невысокий уровень нагрузки? Ну, потому что утилита однопоточная, она не может создавать что-то серьезное. Но в остальном все более-менее. Далее, WRK, это по сути похожая идея, но при этом она может создавать нагрузку гораздо больше. То есть если вам нужно тестировать уже с частотой тысячи RPS и далее, то WRK хорошо работает, потому что она многопоточная, то бишь использует много процессоров. Так, всем понятно, что такое однопоточная, многопоточная программа или нет. Если непонятно, можете написать минус. Если надо, остановимся. Никита пишет минус. Так, у кого-то есть плюс. Ну, давайте вкратце разберем, если... Ну, давайте прямо здесь посмотрим. Вот у нас есть процессы в Линуксе. И вот здесь такая буковка L в PS и FX выводим. Вот вот эта буква L, она говорит о том, что это многопоточный процесс, то есть внутри него есть много потоков. При этом каждый поток может занимать отдельный процессор. То есть если я запущу топ, я увижу, что у меня два процессора. Ну, в данном случае это виртуалка, там есть собственно два виртуальных процессора, вот здесь 0 и 1. Если я хочу полностью загрузить эту машину, мне нужно минимум два потока исполнения кода, то есть два параллельных кода с инструкциями, которые нагружают процесс. Собственно, идея многопоточности. так. Теперь давайте смотреть дальше. Apache Jmeter, это уже совершенно другой класс, это мега комбайн, который может создавать сложные сценарии тестирования, вот это ближе к тому, что спрашивал Иван насчет создания пользователя, потом пойти куда-то, не знаю куда, сделать еще что-то там такое навороченное, вот это в сторону Jmeter, то есть VRK и AB они такие прямолинейные, кидаем урлы и они начинают по ним долбиться, а вот Apache Jmeter может делать что-то более сложное, в том числе там есть плагины, и что интересно, у него есть графический интерфейс, то есть там можно создавать тесты визуально, запускать их, например, сделать, запускать все можно через какой-нибудь там CLI, например. Так вот, то, что идет дальше Яндекс.Танк, это система, которая может сделать еще более высокий уровень нагрузки, и при этом он заточен как раз под нагрузочное тестирование в рамках веба, то есть так как он появился в рамках Яндекса, и он может соответственно решать их задачи. Их задачи это большие распределенные кластерные системы, где нужны сверх высокие нагрузки и тоже в том числе сложные сценарии. Там это возможно, но хотя бы посмотреть, почувствовать как он работает мы сегодня тоже сможем. Итак, начинаем с Apache Benchmark. Евгений спрашивает что-то про Gatlin, ничего не могу сказать, я им не пользовался. Так вот, что такое Apache Benchmark? Ну, это, наверное, утилита номер один, которую вы встретите в каких-то примерах где-то при базовом администрировании, и, как я говорил, это однопоточная утилита, которая не может создать полноценную высокую нагрузку, то есть ее эффективность не такая высокая. при этом она у нас может поставляться в рамках Apache Utils, но это может быть разный пакет, здесь, я думаю, вы найдете, как ее устанавливать, но вот в Ubuntu, по-моему, так называется пакет Apache Utils или Apache 2 Utils, что-то в таком духе. Она поддерживает KPLIF соединение, то есть может открывать коннект и кидать в него много запросов, это, опять же, важно, особенно в современном мире, когда мы работаем с TLS, у нас везде есть TPS, поэтому BISKIP Live тестировать бесполезно, вы будете тратить очень много времени на постоянный процесс установки соединения, это штука затратная. Далее можно контролировать заголовки, заголовки запроса, для того, чтобы сервер реагировал на них как раз так, как мы хотим, как на настоящий браузер. Далее мы можем эмулировать несколько потоков параллельных, но это будет не настоящий параллелизм, а все-таки некая эмуляция. Вывод результатов получаем в консоли, и вот такой пример здесь можно посмотреть. Ну, то есть это запуск KB с количеством запросов 20, дальше 4 коннекта, включаем KeepLive, это буква K, и передаем заголовок. Заголовок нам нужен для того, чтобы сервер отдавал нам сжатый ответ. В данном случае идет запрос на главную страницу сайта Test.ru, просто здесь для примера. мы можем сейчас себе тоже что-нибудь такое потестировать. Давайте прям возьмем подредактируем эту штуку. Единственное, что здесь, конечно, кавычки у нас слишком красивые. Сейчас, секунду, давайте сделаем попроще. Значит, проверяем, что у нас АБ есть. Во-первых, вот подсказки, если вы забыли, там есть вот эти опции. Ну, и будем тестировать себя. Кавычки, конечно, должны быть просто двойные. Здесь все типично как в Shell. И дальше мы отправляем это, допустим, на Localhost для начала просто. У нас здесь с вами запущен сервер. И так как мы там просто ходили на тестовую страницу, у нас все произошло очень быстро. То есть у нас отработал Apache Benchmark. Он увидел, какой там стоит сервер. У нас NGINX 1.18. Далее вот такой размер документа. Concurrency 4, потому что мы поставили вот такой уровень, 4 connect параллельных. 20 запросов было всего столько-то трафика мы получили. Дальше вот этот самый RPS получился порядка 2000 RPS время ответа временно обслуживание всего запроса. И также есть вот этот важный параметр, сколько мы по сути потратили полосы. Если у вас вот эта система распределенная, то есть клиенты сервера разные железки, смотрите, чтобы вы не превысили физические возможности вашего канала. Например, если у вас там гигабит, это соответственно будет чуть меньше, чем 120 мегабайт в секунду. Если вы превысили, то все, вы уперлись в канал. Давайте более интересно посмотрим, добавим еще нолик. Кстати, к вопросу, как определить нагрузку. Мы видим, что он слишком быстро закончился, мы добавляем нолик, все равно очень быстро, и так можно постепенно его больше и больше нагружать. Так вот, далее здесь мы видим то же самое, кстати, он чуть-чуть подрос здесь трафик, но он просто успел разогнаться. Здесь у нас как раз разбиение времени ответа по разделам, то есть сколько мы тратили время на подключение, на обработку, сколько мы ждали ответа, и всего сколько мы потратили время на весь запрос. То есть вы здесь можете смотреть, на каком этапе у вас есть как раз большие потери по времени ответов. И вот эта штука тоже очень полезная, это по сути перцентили, которые здесь указаны в таком формате, то есть 50, 66, 75, 80 и так далее. Идея перцентили понятна, потому что мы сейчас будем использовать еще, или непонятно. Запишите минус, если термин непонятен. так, непонятен. Так, Евгению или все в курсе? Так, вот, Дмитрий минус. Да, вы не стесняйтесь писать минус, потому что если вы не пишете минус, то вам никто не объяснит. Хорошо, значит, какая здесь идея? Это можно даже нарисовать в виде графика. у нас, например, при вот то, что мы сейчас вот этот блок рассматриваем, у нас есть какая-то метрика, да, допустим, она вот так вот развивается, и по мере увеличения, да, допустим, 10% у нас укладывается вот в такое значение, да, здесь, допустим, 30% укладывается вот в такое значение, 50% это медиана, да, и 100% находится где-нибудь вот здесь. То есть идея состоит в том, что вы сортируете ваши ответы по возрастанию и откладываете доли, допустим, 10% ответов укладывается, допустим, в 0,5 секунд, да, 30% там в 0,7 какие-нибудь, и 100% здесь уже, допустим, полторы секунды по времени ответа. вот что такое персинтиль, то есть у вас получается 50% ответили вот за столько. Ну, здесь не актуально, давайте сейчас сделаем посложнее тест, чтобы у нас цифры не нулевые были, а то некрасиво. У нас там есть WordPress для теста. Вот он должен уже через какое-то там разумное время отвечать, там будут какие-то цифры. Вот видите, вот так получше. Так вот, вот 50% говорит о том, что медианное время ответа у нас там 70 миллисекунд. В принципе, хорошо. А вот всего самый длинный запрос это 100% персинтиль, то есть получается здесь больше трех секунд. Так, он спрашивает, система заточен по ттп, ттпс. Так, а патч-бенчмарк, он не то, что заточен, он только для этого и сделан. Это простой вариант, он особо ничего другого не поддерживает. И вообще для веба вам особо больше ничего не понадобится. Еще раз, мы занимаемся веб-сервисом сейчас, не LDAP. Так вот, что здесь можно увидеть? Вот, например, вы для себя можете определить какой-то порог. Например, у вас в SLA прописано, что 95% должен быть, например, меньше 100 миллисекунд. Ну, то есть, мы как раз в него сейчас уложились. Это значит, что да, могут быть отдельные запросы, которые выходят за рамки 100 миллисекунд. Но 95% это подавляющее большинство уложились в 100 миллисекунд. то есть, что не нужно делать, так это брать за параметр вот этот самый длинный ответ, сотый персентиль по сути, либо не надо брать что-то простое, типа среднего. Потому что среднее, оно очень мало вам говорит, лучше брать персентили как более четкий параметр в плане статистики. Поэтому, видите, даже в простейшей утилите они сразу нам показаны. это с учетом того, как интерпретировать какие-то результаты. Так, ну, в принципе, можно попробовать запустить запросы и на какие-то дальние, да, но мы сразу предупреждаем, что не надо играться с нагрузченным тестированием, с какими-то публичными серьезными сайтами, потому что вы можете создать паразитную нагрузку, ваш IP-шник скорее всего заблокирует. В общем, эта штука опасная, поэтому вот мы просто отправим 10 запросов, там, например, на Яндекс, и скорее всего нам ничего за это не будет. Так, 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 что мы там сделали? Вот, отправили 10 запросов, понятно, все быстро отработало, но это уже некий серьезный боевой сервис, у нас здесь использовался TLS, и благо, что я включил Keepalive, нам не пришлось постоянно к нему подключаться, здесь можно увидеть в том числе ответы, видите, не 200 ответов, скорее всего, это был просто редирект, ну, может быть, просто ошибка, потому что я там не указал, наверное, достаточное количество заголовков, потому что я не изображал сейчас браузер, да, он просто, видите, скорее всего, либо редирект кинул, либо что-нибудь такое, там, 400, ну, и, в общем, тест, в принципе, прошел, но с наличием ошибок, так что результат здесь тоже надо смотреть, по сути, видите, failed requests 8 штук, но, скорее всего, это как какой-то вариант блокировки, и к этому надо быть готовым, так что тестировать публичные сайты, пытаться что-то нагрузить не стоит, ну, хорошо, давайте с Apache Benchmark, я думаю, более-менее понятно, потому что он самый простой, но, тем не менее, с него можно начинать, всегда помним, что мы не идем в какие-то большие там значения, это небольшая система, эта утилита доступна, работает все хорошо, кстати, внизу была ссылка на документацию, тоже можно почитать, а теперь уходим в более нагруженные места, да, WRK, это такой маленький проект, раньше он был исключительно на GitHub, вот она ссылка, а сейчас, в принципе, он есть в виде пакетов, но в Ubuntu, то есть, недавно его надо было еще компилировать для запуска, сейчас уже не требуется, но и компилировать его легко, потому что у него почти нет зависимости, у него есть только работа с Lua, это такой язык скриптов, вот здесь указан, и это уже многопоточная утилита, то есть, она может создать высокий уровень нагрузки. Если вам нужно что-то сложное в плане логики, то придется брать, писать скрипты на Lua, но это не самый распространенный язык, но в теории он близок к какому-нибудь там Python, PHP, Perl, по основной идее. Высокая эффективность, как я говорил, и вот несколько базовых параметров. Ну, на самом деле, можно сходить на вот эту страницу, давайте в GitHub сразу попадем, вот такая страница, там уже обычно в компилиция некоторая OpenSSL библиотека, там в комплекте, можно системно использовать, можно отдельно, и здесь же вот какой-то пример, да, то есть мы можем запустить в варианте 12 потоков, это потоки самой утилиты, C это по сути вот эти коннекты параллельные и время 30 секунд, то есть она обычно работает по времени, задаем на какое-то время и она, соответственно, создает нам нужную нам нагрузку. Давайте прямо с базового примера, сравним, что нам выдаст на localhost, пусть это будет, опять же, я сейчас сделал неправильно, потому что мы сейчас систему нагружаем два раза, во-первых, работает система сама по себе, наш WordPress, во-вторых, здесь же утилита, по идее так делать не надо, но нам сейчас цифры не важны, поэтому мы просто пускаем по localhost для учебных целей, ну и вот, нам говорят, что мы запустили как раз 30-секундный тест на вот такой URL, далее у нас 12 потоков и 400 коннектов, если у вас, например, какой-нибудь Apache в режиме Prefork, то здесь уже могут быть проблемы, да, то есть он может просто дойти до максимального количества детей, и где-нибудь здесь у вас то ли память закончится, то ли эти форки, и станет все довольно грустно. Так, ну у нас Nginx, собственно, ему 400 коннектов не составляет никакой проблемы, вот небольшая статистика, latency, собственно, задержки, и реквесты в секунду. Кстати, я не сказал, но вот эти два параметра, это по сути есть внутреннее содержание понятия скорость или мощность, там, производительность почти любой системы, то есть у нас есть задержка, это время ответа от нашего запроса, и есть запросы в секунду, это пропускная способность, то есть мы сейчас видим здесь время ответа, то бишь задержки, и пропускную способность системы, это два разных параметра, их нужно рассматривать по отдельности. С этим идея понятна, да, что это такое, если непонятно, то можно это развернуть. Давайте проголосуем, если идея понятна, ставим плюс, непонятно, минус, или там, как любят сайт, плюс-минус, так, плюс, хорошо, так, кстати, вот эта штука, это дополнение к метрике, то есть видите, у каждой метрики есть статистика, то есть есть среднее, среднее, как мы говорили, оно обычно врет, оно мало о чем говорит, есть стандартное отклонение, к этому среднему максимальное значение, тоже уже что-то более понятное, то же самое для реквеста в секунду, тоже стандартное отклонение, но в идеале мы хотим видеть распределение, то есть мы хотим например нарисовать вот такой график, да, где у нас есть какое-то нормальное распределение или там еще какое-нибудь там с длинными хвостами, там, ну, какое бы то ни было там из них, то есть мы хотим знать вот на каждой точке, да, какие у нас есть значения, да, сколько у нас значений вот в эту сторону, сколько у нас значений вот в эту сторону, ну, те, кто изучал идею математической статистики, вы понимаете, о чем идет речь. То есть распределение может быть вот такое, может быть, как это часто бывает, допустим, вот такое вот горбатое, да, два горба, например, запросы за одну секунду, а есть запросы, например, за 10 секунд, отвечают, да. Ну и, соответственно, вы должны знать, а что это вот такие за запросы, когда они происходят, когда такие. Ну, это уже подробности, да, вы с этим будете сталкиваться, когда будете подробно заниматься такими тестами. Вот сейчас мы пока просто смотрим на такие отдельные цифры, то есть за ними на самом деле еще куча данных должно быть. Так, Илья говорит, если разные тесты дают разные показатели, ваша стратегия поиска истины. А Илья, здесь скорее всего истина особо не нужна, здесь вот эти значения, они скорее всего обусловлены тем, что мы запускаем разную нагрузку в разном режиме. То есть, скорее всего, вам не нужны какие-то точные значения, РПСов. Вы берете себе инструмент, под него вы настраиваете свои ожидания, да, допустим, вы хотите сейчас, ВРК у нас выдает, допустим, среднее время ответа, там, полторы секунды и двадцать запросов в секунду, а мы хотим, например, вот в этих же условиях, на этом же тесте получить сто запросов в секунду. Вот вы с помощью этого же инструмента, в этих же условиях, с этими же данными, с теми же самыми настройками, должны получить сто РПСов. Потому что, как я говорил, если вы это переносите на реальность, в реальности там вообще другая нагрузка, другие распределения, и вы все равно, какой смысл искать какую-то истину. У вас просто есть значение, вы от него отталкиваетесь и примерно где-то понимаете, что там делать. Попугаи конвертируют между инструментами. Ну, я же говорил, вы сначала ставите себе цель и задачи, и вы берете конкретный инструмент. Например, у вас принято использовать Яндекс.Танк, или вам достаточно вот этого ВРК, да, вот начинайте с ним тестировать. Например, если у вас Apache Benchmark сколько там выдавал, 30 запросов в секунду, ну, смотрите, в чем разница. Вот, например, здесь разница в том, что мы с вами там добавляли заголовок для сжатия, да, здесь, скорее всего, сжатие не использовалось. Опять же, то есть мы начинаем просто думать, почему такие разные результаты. Но они будут разные, они всегда будут. Так что, да, попугаи, вот эти все цифры, это, безусловно, попугаи, поэтому какая разница, как они будут называться, и сколько там будет написано. То есть мы понимаем, да, что система сейчас вот такая. Так, хорошо. ВРК тоже более-менее посмотрели. Скрипты ЛО, кстати, здесь есть, по-моему, в примерах. Если вам интересно, как это выглядит, например, для авторизации, ну, здесь наверняка упрощенные примеры, чтобы было более-менее понятно. Ну, вот так выглядит код на ЛО. Опять же, насколько вам это нужно и важно. Если хотите, то вот можно... Это как раз к вопросу более сложных тестов. Что здесь происходит? Ну, вот, скорее всего, что-то с авторизацией, добавляется заголовок X-токен, так-так-так. Вот сюда можно приписать какой-то токен, и будет он работать. Так, теперь идем дальше. В сторону тяжелых систем. Это Apache J-meter. Как я говорил, это вообще отдельный класс, то есть то были утилитки, они маленькие, легкие, простые, понятные, ну, максимум, пару параметров поменять. J-meter это уже система именно для тестировщиков, но, тем не менее, даже мы, будучи админами, можем вполне ее применять в каких-то несложных случаях. Во-первых, у нас есть как CLI, так и графический интерфейс. Графический интерфейс заточен именно на создании самой схемы теста. А CLI, он заточен на запуск, да, чтобы вы минимум ресурсов на клиенте потратили и создать максимально такой нагруженный тест. При этом это все сделано на Яве, то есть в плане затрат это, понимаете, не самая такая быстрая штука, но зато отсюда она межплатформенная, более-менее. То есть запустить можно в разных вариантах. Так, Дмитрий говорит, как запустить варкап под виндой, как компилировать, вот понятия не имею, вот на винде зачем так мучиться, если есть Linux. Так, сейчас и на винде есть всякие там вот эти костыли для запуска Linux утилит, наверное, через эти костыли тоже можно. Так, можно делать сложные сценарии, то есть действительно сложные, создавать последовательности действий, работать со всякими кукесами, создавать произвольные задержки, эмулировать свойства заголовки, браузера, там, в общем, много-много-много всего. и есть сайт, документация, Apache называется, потому что это часть Apache Foundation, то есть веб-сервер Apache это просто один из продуктов, а в целом под Apache Foundation там огромное количество инструментов опенсорсных, и вот здесь можно почитать, кстати, что вас волнует, есть веб-набор протоколов, естественно, HTTP, HTTPS, всякие разные, есть работа с UAP, с REST, FTP, база данных через GDBC, это Явовский драйвер, есть LDAP, есть всякие middleware варианты, почта, shell скрипты, TCP, Java объекты, ну, в общем, может быть, вам, вот кто спрашивал по поводу корпоративных систем, может, здесь вам повезет в плане набора. Ну, надо посмотреть. Плюс в том, что есть еще плагины, то есть, это еще можно расширять, и там целые уже коллекции, эта система старая, все это уже давно развивается. Так, ну, с G-метром давайте сейчас его тогда и запустим в живую, да, давайте, в фоне терминала, то он у меня, в принципе, уже запущен, я сейчас его увеличу для вас было видно, ну, пусть будет вот так. Вот, как видите, это такое десктопное приложение на Яве, и я сейчас, по сути, сделал какой-то минимальный простой тестовый план, то есть, все начинается с того, что у вас есть вот слева дерево элементов, и действует принцип вложенности, то есть, внутри тестового плана я создал, например, вот такой конфигурационный элемент, называется http request defaults, то есть, делается это вот правой кнопкой, добавить, например, config element и http header manager, cache manager, ну, в общем, вот это все, то есть, изобразить какой-то браузер можно, с какими-то там свойствами, вполне можно. Вот, как видите, здесь огромное количество вариантов, потому что много протоколов, много вариантов и так далее. Есть, можно создать группу тредов, они же пользователи, то есть, каждый поток это отдельный работающий пользователь, у которого будет там своя задача. Пре-процессоры, пост-процессоры, всякие таймеры для задержек, listener, это элемент, который будет показывать вам результаты, например, или что-нибудь еще, там делать какие-то расчеты, ну, в общем, часть, вот, которая у меня здесь summary report называется. Вот, это config-элемент, чтобы не прописывать config, например, в каждый отдельный запрос, то есть, вы прописали дефолт, они на все вложенные элементы будут работать, как значение по умолчанию. Здесь можно, например, адрес сайта прописать, ну, как у нас там был, допустим, сейчас я подсмотрю, у нас был 0 83, я на айпишнике, на этом живет мой сервис. Вот, можно ищет ttp, можно ищет ttps, всякие порты, дальше, данные в баде, передавать параметры, get, все, что хотите. А дальше, cookie, если хотите, ну, здесь он отключен, кстати, любой элемент можно сделать включенным-отключенным, то есть, вот, enable, disable, toggle, это туда-сюда включать-выключать, это можно делать оперативно. И дальше самое главное, то есть, идет вот такая штука thread group, то есть, это, как можно назвать, такой, группа пользователей, которая будет внутри, собственно, создавать нагрузку. Ее можно назвать, можно их сделать несколько, они могут работать там в параллеле. дальше, обработка ошибок, миллион параметров, как всегда, сколько будет пользователей, ramp up period, это как они будут подниматься от нуля до максимальных значений, то есть, они будут плавненько нарастать, допустим, 10 секунд, 10 это мало, можно побольше поставить, loop, это сколько циклов они будут пробегать, то есть, вы все, что внутри, будете гонять по циклу, как правило, много-много раз. Есть бесконечный, этот loop есть, соответственно, ограниченный, 10 раз. Вот, что еще можно сделать, ну, там, обработка ошибок, это мы уже говорили. Далее, вот эта штука не обязательно throughput controller, но это просто, как бы, ограничение, сколько каждый пользователь может задать запросов вообще, ну, чтобы у вас не улетело все в бесконечность, чтобы можно было это остановить. А вот это самое главное, то есть, это то, что называется, сейчас покажу, нет, надо, это в thread main, кстати, да, не везде можно любые элементы добавлять, вот мы зашли в thread main и говорим sampler, вот sampler, это и есть вот эта штука, которая кидает запрос, то есть, мы здесь берем, где у нас был еще ttp request, вот он, и дальше настраиваем его как нам нужно. Кстати, вот видите, есть еще здесь логика, то есть, можно делать целые алгоритмы, там, if, всякие, while, циклы, то есть, ну, вообще, если вы занимаетесь разработкой, это, по сути, такая визуальная разработка большого-большого скрипта. Вот, мы с вами добавили из сэмплеров htp request, и вот как он выглядит. Он идет, например, мы его назвали индекс, ну, давайте называем его wordpress, вот, выходить он будет на wordpress. Так, здесь я не заполняю ни айпишник, ни порты, ничего, потому что у нас есть вот эти вот request defaults, вот оттуда все и перейдет. То есть, единственное, что нам надо сделать, это тип поставить get и путь, например, wordpress. Можем здесь чего-то поменять, опять же, галки keep alive, можно делать, можно не делать, следовать за редиректами, то есть, все, что хотите, body data, там, можно файлы закачивать, там, вообще, все, все возможно. Браузер compatible headers, вот это, кстати, вся штука, она по умолчанию работает на встроенном клиенте, вот он здесь, видите, implementation клиента Java, а можно сделать другой вариант, либо там доставить еще какие-то плагины, в том числе, по-моему, можно срастить его с танком и с фантомом, но это уже там более сложная конфигурация, но здесь расширяемая система, это не что-то такое прибитое к стенке. Дальше вот другие можно урлы поставить, которые можно включать, выключать. Вот, например, как выглядит таймер, рандомная задержка, которая есть среднее значение и стандартное отклонение, то есть, она будет болтаться вокруг там 300 миллисекунд. Это если вы хотите изобразить живых пользователей, потому что живые пользователи, они кликают с задержкой. То есть, вы можете, например, сказать, что мои пользователи в среднем нажимают один клик в секунду и вот тогда, чтобы приблизиться к тем самым абстрактным пользователям, сказать, что у меня их там 3000, с такой частотой они будут все это делать. Так, Евгений, запрос рандомно будет вызываться. Нет, порядок у нас идет вот такой, сверху вниз, но вот этот рандомный таймер Gaussian, мы его можем соответственно в любую точку воткнуть. То есть, между вот этим запросом и вот этим будет рандомная задержка. Если вы хотите рандомно выбирать, соответственно, вам нужна вот эта вот штука, logic контроллер какой-нибудь. Я просто сейчас точно не скажу, но наверняка такой есть. То есть, вам нужно вот рандом контроллер, рандом ордер контроллер, да, который будет, соответственно, рандомизировать вот здесь. сделать можно почти все. Есть вариации, сколько хотите. Так, давайте отключим, пусть он нам сейчас не будет ничего тормозить. Дальше самое интересное, это summary report, это такой базовый вариант вывода результата в таблицу. То есть, сейчас мы давайте его запустим. Вот здесь кнопка запуска и будем смотреть, что с ним происходит. Вот бегут сэмплы. Вот здесь количество активных трэдов, но их здесь очень мало, потому что мы его не совсем нормально настроили. Здесь надо было бы побольше, конечно, запросов проходов, чтобы мы увидели, как у нас увеличивается количество вот этих детей, потоков. здесь зеленое, оно бы доходило до 100, и здесь видим количество сэмплов. Вот у нас сэмплы, да, они пошли по ошибкам, да, что-то мы там не то, видимо, неправильно было. Далее настройки. Наверное, сюда еще ттп надо убрать и оставить Move WordPress и ну да, так должно сейчас расти, давайте сейчас. Смотрите, если вам нужно все это сбросить, берем здесь Run Clear All, да, мы очищаем состояние. Вот здесь, кстати, ошибки на желтом треугольнике, здесь появляется вот такой Lock внизу. Вот, давайте перезапустим. Кстати, тут есть вторая кнопка тоже запуска. вот здесь видно, что работа пошла, то есть у нас сэмплы идут помедленнее, смотрите, сколько живых тредов, то есть порядка 70 он поддерживает. Вот здесь уже поинтереснее статистика, то есть мы видим здесь сколько сэмплов отработано по каждому из реквестов. Среднее время ответа, минимальное и максимальное, стандартное отклонение, процент ошибок. Здесь важно, чтобы их не было. Далее пропускная способность сколько запросов в секунду, трафик и остальное, то, что касается там сколько мы всего трафика потратили. То есть это такой базовый репорт, базовая таблица, здесь их можно сделать сколько угодно. То есть можно там создать вплоть до графиков, которые будут в реальном времени у вас рисоваться. Есть такие плагины. Так, Лия говорит, есть ли какое-то влияние сетевой системы Linux на только не Linux, а Linux, так, на количество запросов. Условно, начиная с запросов, беспомерно пытаться выжать с одной машины, запускать тесты нескольких нот. Смотрите, это касается, если говорить про сетевую подсистему, там очень большие у вас будут пределы, если мы говорим про железку. Если у вас совсем какая-то дохлая виртуалка, ну, тогда да. Но, как я сказал, у вас есть простой критерий, вы мониторите клиентскую машину, то есть вы запускаете топ условный и мониторите. Если ваш клиент, ваша клиентская машина уже начинает перегружаться, значит, это она тормозит, а не собственно ваш сервер. И что касается джеймитра, как мы его запустили, это нерекомендованный способ. Я могу даже показать окно старта этого штуки. Вот видите, что написано не использовать GUI-режим для ло-тестинга, запускаете вот в таком виде, то есть gmx-файл это вот то, что мы с вами сделали, и пишите это в какой-то текстовый файл. Вот, и не забывайте о том, что это все работает через Ява, соответственно, вам нужно увеличивать лимиты виртуальной машины Ява, чтобы было памяти побольше, вот это все работало. Если вы начнете сыпать ошибками в процессе теста, то есть у вас падает ваш тест, не работает gmeter, то возможно здесь как раз будет проблема. Ну, вообще, есть вот такая ссылка, best practices, то есть изучаем, смотрим, как правильно пользоваться. так, так что с точки зрения сетевой, здесь не сетевая подсистема Linux, здесь будет, скорее всего, нагрузка именно на процессор с точки зрения того же gmeter. Ну, вот, давайте, если хотите, я вам сейчас это покажу. Сейчас я запущу локальный и топ и пусть мы увидим здесь gmeter, если он появится. Он увидит, появится вот эта виртуаль, виртуалка, которая сейчас грузится, видите, она потребляет два ядра, java процесс, это вот, вот он здесь появляется местами, это как раз gmeter, видите, в данном случае gmeter меня потребляет мало, вот он был. Ну, по сравнению с виртуалкой, то есть, если я смотрю вот на эту ситуацию сейчас, то я вижу, что у меня вообще на компьютере сейчас хром больше всех потребляет, и виртуалка выходила на первый план, когда мы ее грузили, то есть, нагрузка от вот этого gmeter, она была ничтожна по сравнению с остальным. Но у вас, конечно, может быть не так, и понятное дело, что это надо как-то контролировать. Вот, вот эти все вещи вы можете сохранить, ну, как обычно, да, сохранить шаблоны, там, склонировать вот это все. Кстати, здесь тоже можно дублировать все это дело, в общем, это довольно удобный такой интерфейс, если с ним разобраться, но это дело понятно, ни одного занятия, это надо потихоньку двигаться вперед. Вот, так что давайте двигаться тоже вперед по теме, это у нас последнее, что осталось, это Яндекс.Танк. Это, как я говорил, специализированный профессиональный инструмент, клиент, который уже идет от создателей Яндекса и отсюда его возможности. Во-первых, там есть собственный генератор нагрузки, который называется Phantom. Это такой, не то чтобы веб-сервер, а именно веб-клиент, но многопоточный, то есть, ну, примерно как обратная сторона веб-сервера. Условно говоря, это какой-то облегченный Nginx, ну, ничего общего с ним не имеющий, который делает, наоборот, нагрузку во много потоков, умеет делать как раз то, что требуется для танка. Сценарии тоже могут быть совершенно различные от простых до сложных. Сложные мы не будем сейчас смотреть, естественно. Визуализация у нас может быть либо в CLI в таком текстовом интерфейсе, либо в HTML. И вот единственный момент, здесь такой переходный, что раньше был сервис Overload, но мы его сейчас даже не будем смотреть, потому что у них написано, что они переезжают в Яндекс.Облако, у них все это станет сервисом Яндекс.Лот.Тестин, и вот там вы получите красивые графики, все будет очень удобно. А раньше вы могли получить здесь токен и сказать, что отправь результаты вот туда, в Overload, заходите в веб-интерфейс, вам отрисовываться красивые графики. Графики были вот такие вот, кстати, вот эта картинка, сейчас я вернусь, она как раз вот отсюда, вот примерно вот такие картинки вы могли получить. Теперь это все уходит в облако, так что следите за изменениями, но сам по себе продукт развивается. Он тоже не новый, ему много-много лет, серьезная штука. и сегодня заметьте, главный способ установки докер контейнер. То есть не пакеты, не самосбор какой-то, а докер контейнер. Еще у него есть вариант через PIP установки, но я думаю, докеры как-то всем подручнее и ближе. При этом тест, который вы будете запускать, для него нужен конфиг. конфиг должен быть в ямле. То есть сначала создаем яму конфиг и на этом месте, в этой директории можем запустить докер, пробросить ему этот тест и он запускается. То есть команда буквально, которая здесь написана, она является рабочей, но опять же все работали с докером, поставьте минус, если не работали. Ну просто на профессионал уже предполагается, что вы как-то с ним знакомы и уже хотите углубляться. Так вот, что мы делаем? Мы пробрасываем текущую директорию var.lot.test внутри контейнера, даем ему еще ssh off-socket, сеть хостовая, то есть он будет иметь доступ ко всей вашей сети, и также это все запустится интерактивно, подключится к вашему терминалу и запустит образ Яндекс.Танк из раздела Яндекс, из публичного докер-хаба. То есть мы одной командой запускаем софт в изоляции и даем ему задание в виде вот этого yaml-конфига. То есть просто даже если вы не знаете, что такое докер, поставили докер в виде пакета и запустили вот эту команду, все будет работать. Можно даже не углубляться. но сама по себе документация она есть, достаточно такая развернутая в таком виде. Все можно почитать. И видите, ровно та команда, которую мы с вами рассматриваем. Но команды недостаточно, то есть нужно еще создать тот самый yaml-тест, yaml-конфиг. И вот так он выглядит в минимальной конфигурации. То есть так как это yaml, помним, отступы 2, отступы 1, уровень, 2 пробела. Задаем здесь, например, урлы, которые нам нужны, куда мы будем ходить, какой будет профиль нагрузки. Вот здесь уже можно говорить, что мы будем делать нагрузку в RPS. Расписание нагрузки будет линейный рост от 1 RPS до 10 в течение 1 минуты. Ну, понятно, здесь любые значения можно поставить. Далее включаем вывод в консоль и еще здесь есть мониторинг Telegraph. Ну, по-моему, у нас сейчас не запустится из-за докера. Но это локальный мониторинг, чтобы как раз смотреть, что ваш клиент еще сам не захлебнулся от собственной нагрузки. Так, давайте сейчас тогда его запустим. Это будет достаточно просто. Значит, я уже здесь подготовил тест. Вот он. Это лот YAML. Ну, я просто его запускал, поэтому у меня здесь появились файлы. изначально был только один файл нагрузки. Ну, если интересно, можно его открыть. В общем, то же самое, что я вам показывал. Главное, мы будем ходить на localhost, URL, можно прописать несколько URL, далее профиль нагрузки. Ну, давайте сделаем от 10 до 100 RPS-ов в течение, например, двух минут, чтобы успеть посмотреть. И все остальное по дефолту. Комментарии, естественно, тоже можно убрать. Так, все, мы подготовились, есть у нас конфиг, и здесь сейчас с history возьмем, чтобы не копировать. Вот, есть какой-то doc run. Вот, опять же, это сейчас будет очень быстро, только потому, что у нас уже скачан образ, то есть, сам софт, по сути, у нас есть, нам нужно только его запустить. И вот с этого момента, вот как раз текущая директория, это важно, что вот мы отсюда. Можно, конечно, прописать какой-то путь, осмысленный, но удобный текущий. Запускаем танк. Плюс в том, что нам не нужно ставить никаких зависимостей, мы не думаем о каких-то ограничениях, докер есть, значит, танк вы запустите. Вот у нас идет небольшой выхлоп логов, стартует агент, и вот такой у нас будет здесь интересный консольный вывод. Вот эта вот часть, это перцентили как раз, вот они, эти сотый, девятый, мы уже знаем с вами, что это такое. Дальше ответы всякие разные. В порядке, если здесь будут ошибки, мы их здесь увидим. Здесь у нас общий процесс теста, вот он здесь считается, вот у нас здесь рпс, но вам не очень видно, но сейчас в районе 30 рпс, то есть постоянно увеличивается нагрузка, плавно-плавно идет линейно увеличивать нам нагрузку, мы видим, это может сказываться на времени ответа, здесь у нас идет суммарный почет статистики, ну вот такие вот псевдографические у нас какие-то гистограммы что ли получаются, вот, то же самое разделение, как в Apache Benchmark, на всякие задержки, отправка, получение коннекта и так далее, сколько у нас запросов в байтах, это бывает кстати важно на тот случай, что у нас запрос начинает меняться, да, и мы что-то там, например, получаем, вот у нас там что-то красное, да, у нас по-моему пошли ошибки, вот, видите, у нас 500 ошибка вывалилась, все, у нас не сдюжил сервис, видите, мы 75 уже под 80 рпс кидаем, он у нас сломался, у нас, видите, процент ошибок растет, становится плохо, вот, здесь, кстати, в цвете мы это видим, ну, все, у нас, в принципе, основные запросы у нас уже ушли в internal server error, да, то есть, все, мы дальше уже будем разбираться, что с ним такого случилось, ну, все, время ответа тут сразу проскакнуло, вот, 7 секунд, в общем, и системе стало плохо, да, так, есть всякие логи, да, мы можем, соответственно, дальше уже закапываться, куда-то себе, это экспортировать, там, подключать, ну, понятно, штука яндексовская, там, конечно, в их системе это интегрировано очень глубоко, но уникальность этой штуки в том, что она действительно высокопроизводительная и поковыряться, поразбираться в ней стоит, потому что, опять же, открытый open source, ничего коммерческого, потому что, если мы идем дальше, то там возникают те самые онлайн сервисы, да, облачные, опять же, мы должны иметь доступ из этого облака в нашу внутреннюю систему, ну, в общем, некоторые сложности могут возникнуть, ну, и, понятно, это будет совсем не бесплатно, если мы идем что-то не свое. Так, ну, что, я надеюсь, вы почувствовали такой первый, первую пробу, что ли, нагрузочного тестирования, как это выглядит, дальше, понятно, там идет бездна, но, по крайней мере, вы знаете, с чего начинать. Так, можно ставить вопросы, писать, там, что у вас есть на уме, сейчас я пробегусь по курсу по программе и преподавателям, и, собственно, у нас будет вот эта часть про вакансии, и все. Так, ну, давайте по лендингу курса, я могу кинуть ссылку в чат, кстати, если кто ходит, не забудьте, в самом начале чата там была ссылка на опрос, единственное, что он требует авторизации на сайте отуса, она у вас должна быть какая-то, то есть вы должны залогиниться и ответить на вопросы, как вам понравился, не понравился вебинар, если у вас есть время на это. Так, что у нас касается курса, это вторая ступень, то есть есть Linux Basic для администраторов, это Professional, значит, вторая ступень, также есть третья Advanced, то есть это посередине. Курс большой, видите, 7 месяцев это немало, может даже больше занять. Формат, естественно, онлайн, два раза в неделю, это 8 часов по Москве, понедельных среда, начало 30 августа, в основном это для продолжающих, то есть если у вас уже есть опыт администрирования или хороший опыт работы на уровне пользователя, но лучше, конечно, администрирования, то, в принципе, вы можете поднять свои навыки и пройти этот курс. Он непростой, то есть он рассчитан на средний уровень уже, не базовый совсем. Поэтому здесь есть список необходимых знаний, то, что вы, в принципе, должны примерно знать. Понятно, что можно некоторые вещи догонять на ходу, но если все заново, если вы не знаете, как работать в терминале, если вы не знаете, что такое SSH или там какая-нибудь утилита PS, и можете посмотреть файлы, вам будет очень тяжко, слишком, поэтому попробуйте откатиться на базовый курс Linux Basic. Далее по программе. Вот здесь есть несколько больших модулей, это архитектура Linux, сначала дисковые всякие дела, как работает Linux внутри, нициализация, загрузка, систем MD, bash, регулярное выражение, процессы, память, изоляция. Далее безопасность и мониторинг с автоматизацией, то есть всякие Ansible, с eLinux, докеры, мониторинг производительности, Prometheus, логирование пользователя, Zabbix для мониторинга, ELK Stack и резервное копирование. Довольно много всего. Сетевой модуль тоже немаленький. Понятно, что не для сетевых инженеров, но здесь много чего есть. И DHCP, и протокол машинизации, в том числе BGP, DNS, VLAN, UDAB, IPv6. Так, вопрос. Можно в Яндекс.Танке установить максимальное ожидание ответа от сервера Евгений? Да, наверняка можно. Посмотрите, там по документации уже можно. тайм-ауты настраиваются наверняка. Так, сервисы. Это, по сути, работа с вебом, плюс базы данных. Здесь MySQL и Postgres, они покрывают много веб-части, ну и остальных приложений тоже. И в конце проект. Проект это такая системная работа, в которую вы все, что изучили, вкладываете, показываете, что вы умеете. Причем весь этот курс, он уже рассчитан не на ручную работу, а на автоматизацию. То есть, когда вы создаете виртуальные стенды с помощью, например, Vagrant, либо с помощью Ansible, может быть, там, в каком-то губернете из Terraform, но здесь он так подробно не рассматривается, но тоже можно. То есть, через какую-то систему автоматизации документируете всю инфраструктуру и показываете, как она у вас успешно поднимается. Такой примерно проект. Есть информация о преподавателях. Вот сегодня руководитель курса это Андрей Буранов, автор курса это Алексей Цыкунов. Ну, в принципе, он, я думаю, сейчас еще тоже преподает, но самое главное, что курс модернизируется непрерывно, то есть, он не замоноличен, он постоянно получает новые материалы, вливание новых преподавателей, так что, вот, можете здесь посмотреть, почитать, все это доступно. Будет еще один открытый урок, вот, Денисом Федоровым, он, кстати, тоже преподаватель на этом курсе, и будет разговор про VPN, я так понимаю, именно про OpenVPN, судя по описанию, ну, да. Есть прошедшие мероприятия, но вообще, простой такой хак, идете на YouTube канал Отуса, там они все есть, в том числе прошедшие, полезно смотреть. Так, обучение, заявки, но это вы почитайте. Так, то, что касается карьерной информации, здесь нам дают статистику по HeadHunter, примерно столько вакансий. Это у нас медианные зарплаты должны быть по логике, ну, да, скорее всего, вот на такой минимальный опыт 1-3 года и на 3-6 лет, ну, условно говоря, какой-нибудь middle, senior для системных администраторов. По данным HeadHunter, опять же. Вакансии, в общем, выглядят примерно вот так, то есть, там идет список технологий, которые хотят работодатели от вас, всякие разные облака, понятно, что Linux с каким-то возможным дистрибутивом, может быть, просто, понятие сетей, то есть, как раз то, что входит в этот курс. Автоматизация, вот этот Ansible Chef Puppet, Ansible будет, ну, так что, вот можете посмотреть, вот есть дополнительные вещи, это всякие DevOps-овские, там, типа Dockerfarm, Kubernetes, Terraform, и так далее, и так далее. Ну, часть из этих вещей рассматривается на Advanced курсе, но, на самом деле, при прохождении вот этого Professional курса у вас уже будет общий метод получения знаний, потому что технологий бесконечное количество, и вы должны уметь с этим работать уже на живую, то есть, когда у вас что-то хотят, у вас есть база, идете в документацию, смотрите, запускаете, как это работает. Ну, вот тоже самое базы, всякие разные могут написать, трэблшутинг, автоматизация, и так далее, и так далее. Ну, иногда пишут Linux DevOps, ну, на самом деле, DevOps, тот же самый администратор, плюс, там, пару технологий, сегодня они одни, там, вот эти, завтра другие, это все меняется, модно, не модно, сам по себе Linux остается, понятие, как работает система, остается, архитектура, это как раз то, что будет отличать вас от каких-нибудь там начинающих специалистов. Так, ну, посмотрите, в общем, есть разные вакансии, если интересно, и потом рассмотреть. Ну, что, подведем итог, тогда мы с вами условно познакомились с курсом, по крайней мере, вы можете там подробности уже в каждой отдельной теме почитать, скачать PDF, программу себе. Про Otus мы тоже поговорили, немного поговорили про задачи нагрузочного тестирования, при этом нашли много инструментов, которые доступны под рукой. Есть ссылки, но это в основном документация вот на то, что мы использовали. И, пожалуйста, насчет самого курса. Начинается 30 августа, это ссылка на лендинг, можно сходить, посмотреть. И 17 августа будет еще один урок, мы его сегодня уже анонсировали про OpenVPN с Денисом Федоровым. Так, все, есть обещанная ссылка на презентацию, если она вам интересна, можете скачать PDF, там будет все, что вы смотрели. Ну, особо там, конечно, ничего нет, это открытый урок, он, конечно, сокращенный. На основных занятиях они идут в Zoom, там у вас есть возможность задать вопрос голосом, материалы все вам доступны, всегда записи, так что там все удобнее. Так, есть ли какие-то финальные вопросы, давайте проголосуем, если нет, то ставим минус. Давайте еще раз продублирую ссылку на опросник. Это по поводу вебинаров. Так, Владимир, спасибо за вебинар, посмотреть прошедший. Да, конечно, ну, подписывайтесь, следите, там просто тема тьмущая, хороших вебинаров, единственное, что там все темы в перемешку, но сейчас там организация достаточно удобная, и там можно искать по названиям. Раньше названия были бессмысленные, а теперь есть хорошее название. Так, ну, вам спасибо, что пришли. Кстати, сегодня было довольно много людей, по-моему, больше 50. Так, вот, да, предлагаю текстом ссылку с QR-кодом. Так, будет ли более подробное продолжение про англошную тестирование? Евгений, возможно, может быть, может нет, потому что темы открытых уроков, они такие спонтанные практически. Если интересно, можете, кстати, в вопросе написать, там, по-моему, есть возможность оставить комментарий, там, хотим продолжение, например, или неинтересно. Так, в виде спецкурсов, в виде спецкурсов, я не знаю, скорее, есть большой, серьезный курс, в Утусе по поводу тестирования, по-моему, и нагрузочного тоже. Посмотрите на сайте, там должно быть в разделе тестирования. Ну, я просто не хочу залезать не в свою тему, я же не тестировщик. Идея вот этого занятия была в том, как администраторам, не обращаясь к кому-то там на стороне, самостоятельно оценить, посмотреть, как работает его сервис под конкретной нагрузкой и сделать базовые выводы. Тема самодостаточная. Да, вот поэтому есть самодостаточные курсы об этом. Так что это уже есть. Так, так, вопросы мы разобрали. Так, ну что, тогда не буду вас больше задерживать. Всем хорошего вечера. Возможно, увидимся. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok